Сдача выпускных экзаменов – значимый день в жизни каждого школьника. Русский язык и математика – это два обязательных предмета, которых необходимо сдать каждому, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании. На пунктах проведения экзаменов в двух славянских школах побывали и наши корреспонденты. Уже в 9 часов утра 27 мая школьные дворы были заполнены девятиклассниками. Около 500 учеников сдавали один из основных государственных экзаменов – математику. Сдают ОГЭ все девятиклассники, независимо от того, кто продолжит обучение в школе, а кто поступит в учебное заведение. Людмила Куижева – учитель математики школы номер 16. Говорит, что немного волнуется за ребят, несмотря на то, что на протяжении целого года они готовились к этому дню. Я волнуюсь, но не сильно, потому что знаю, что они готовы, что они напишут на те знания, покажут те знания, которые они знают, те знания, которые я им поставила. Надеюсь, что они все их оправдают и решат на те баллы, которые им нужны. Многие ребята волнуются перед экзаменом. Кто-то, наоборот, чувствует себя уверенно. Олеся Бучацкая не сомневается, что всё пройдёт хорошо, ведь к экзамену она готовилась усердно. У нас очень хороший учитель, она нам объясняла достаточно много, поэтому мне кажется, что нет места волнению, когда так много объясняют. Второй основной государственный экзамен по русскому языку состоится уже скоро, 3 июня. Остались считанные дни, чтобы всё повторить и в итоге набрать достаточное количество баллов. А уже в четверг, 28 мая, выпускники 11-ти классники сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. Он является обязательным для всех школьников. От его результата зависит поступление в ВУЗ и получение школьного аттестата. Да, я переживаю, мы готовились с учителем, подготовились полностью уверенно в себе, уверенно в своём классе. Мы готовы, но очень сильно переживаем. Это очень неуверенность того, что всё получится. Конечно, хотелось бы на высокий балл это всё написать. Впереди ещё экзамены. Переживаем, волнуемся. В ходе проведения единого государственного экзамена по русскому языку в нашем районе были задействованы около 150 организаторов. В каждом пункте работали специалисты, обеспечивающие работу системы видеонаблюдения. Камеры фиксировали происходящее в аудиториях, на входе и в рекреациях. В этом году меры по обеспечению информационной безопасности стали строже. На входе участники ЕГЭ проходили через переносные металлодетекторы. Более тысячи славянских школьников в этот день сдавали единый государственный экзамен, результаты которого будут известны уже 8 июня.